Здравствуйте, телеканал 1612 снова готов рассказать о том, как сделать жизнь в интернете простой и приятной. Моя сегодняшняя инструкция поможет вам всегда оставаться в центре событий, поддерживать связь с друзьями и ежедневно узнавать много нового и интересного. Все это вы получите, если зарегистрируетесь в социальных сетях. Сегодня мы вместе с вами попробуем создать страничку в одной из самых популярных сетей Facebook. Главное достоинство Facebook в том, что до него еще не добрались всевозможные блокираторы сайтов, а потому там можно как открыто выражать свое мнение, так и без проблем находить единомышленников и интересующую вас информацию. Итак, в начале, как всегда, регистрация. Заходим на сайт и видим вот такое окно. Пишем свое имя и фамилию. Я буду хакер по фамилии Шумахер. Далее необходимо ввести свою электронную почту. Еще раз, ту же электронную почту. Я надеюсь, что электронка-то у вас хотя бы есть. Теперь надо придумать пароль, дату рождения и пол. Тоже можете придумать, а можете написать реальное. Но это еще не все. Чтобы сразу начать пользоваться Facebook, как говорится, на полную катушку, вам предстоит сделать еще три шага к заветной цели. Нажимаем на шаг первый. Он называется «Поиск друзей». Facebook предлагает вам оставить здесь пароль от своего мейла. Если вы это сделаете, то он разошлет всем, с кем вы хотя бы раз обменивались письмами, предложение руки и сердца от вашего имени. Шучу, конечно. Предложение быть другом на Facebook. Но если вы не хотите, чтобы Facebook, например, предлагал всем вашим бывшим пассиям или давно забытым клиентам дружить с вами, не давайте ему свой пароль. Я не дам. То же самое предлагается сделать через Skype и ВКонтакте. Спасибо, не надо. Я нажимаю «Пропустить этот шаг», снова жму кнопку «Пропустить». Но вам, кстати, не обязательно делать именно так. Введенный вами пароль от электронной почты никак не будет использоваться администрацией ресурса. Тут как в банке. Зато в куче людей на 100% окажутся ваши друзья, которые уже есть на Facebook. Тогда вы сразу сможете начать общение. Идем дальше. Шаг второй. Заполните информацию. Тоже заполняется по желанию. Можно указать родной город, название школы, название вуза, компанию, в которой сейчас работаете. Рядом с каждым из этих пунктов есть треугольник, который, если нажать, можно выбрать, кому будут видны эти данные. Всем пользователям, только друзьям или только вам. Выбирайте, жмем «Далее». Шаг третий. Добавить фотопрофиля. Загружаем с компьютера, если есть, если нет, жмем «Далее». И вот вас приветствует Facebook. Мы тоже приветствуем Facebook и продолжаем настраивать интерфейс своей страницы. Сейчас я покажу вам несколько нужных и важных настроек. Нажимаем на треугольник наверху страницы. Появляется меню, жмем «Настройки». Выбираем папку «Безопасность». Первый пункт – уведомление о входе. Нажимаем «Редактировать». Просто поставьте галочку «Здесь» или «Здесь». И вы будете получать SMS или письмо по мейлу каждый раз, когда злоумышленники попытаются взломать вашу страницу. Я ставлю галочку, и появляется вот такое окно. Добавляю свой номер телефона и жму «Продолжить». Теперь переходим к значку «Конфиденциальность». Появляется очередное окно. Здесь есть такой интересный пункт. Кто может меня найти? Во-первых, кто может вас найти с помощью указанного адреса электронной почты? Все? Друзья-друзья или только друзья? Во-вторых, кто может найти с помощью указанного номера мобильного телефона? Здесь, в принципе, все так же. В-третьих, если кто-то решит найти вас с помощью Яндекса или Гугла, то ваша страница в Фейсбуке отобразится в результатах поиска. Но если вы уберете галочку возле слов «Разрешить поисковым системам давать ссылку на вашу хронику», то никто вас, кроме ваших друзей, не найдет. А в качестве бонуса я научу вас находить нужные страницы в Фейсбуке. Давайте найдем страницу канала 1612. Да-да, мы присутствуем во всех социальных сетях. Набираем в поисковике 1612, и вот она, наша страница. И здесь же я вижу нашу предыдущую инструкцию. Вы можете и здесь оставлять свои комментарии, как и делают остальные пользователи. Теперь вы можете писать нам свои пожелания и вопросы в Фейсбуке. А если в ходе горячих споров под сообщением вы найдете единомышленников, смело добавляйте их в друзья. Приятного общения в Фейсбуке и до скорой встречи! Фейсбуке и до скорой встречи! Фейсбуке и до скорой встречи! Продолжение следует...